Добрый день, дорогие инвесторы! У нас планируется очередное IPO. Это, на самом деле, очень хорошая новость. Потому что каждый раз, когда я провожу интервью, я об этом открыто говорю, что, на самом деле, для российского фондового рынка новые компании, особенно в технологичном, на мой взгляд, секторе, это отличная новость. Это возможность диверсифицировать портфель, возможность добавлять новые имена. Вот, надеюсь, сегодня мы как раз поговорим про вашу компанию. И, дорогие инвесторы, вы подумаете о том, чтобы включить в перспективе акции этой компании свой портфель. Сегодня у меня в гостях представители компании «Промомед», Тимофей Соловьев, директор по экономике и финансам, и Кира Заславская, директор по новым продуктам. Добрый день! Добрый день! Давайте начнем с первого, такого базового вопроса. Я думаю, что наши, и не только наши зрители, только ознакомятся с вашей компанией. Расскажите, пожалуйста, про ваш бизнес, что он из себя представляет на текущий момент, чем компания занимается, какие услуги и продукты продает. «Промомед» – это отечественная инновационная биофармацевтическая компания, которая, опираясь на один из крупнейших в стране рэнди-центров и масштабную производственную площадку, которая работает по полному циклу, потом я объясню, что это значит, уже более 20 лет обеспечивает пациентов страны, систему здравоохранения наиболее востребованными продуктами для лечения различных социально значимых и сложность причинных заболеваний, таких как ожирение, онкология, аутоиммунные заболевания и так далее. Если коротко рассказывать про компанию, то, наверное, важно отметить, что в отличие от большинства отечественных компаний, мы знаем, что если, в принципе, анализировать этот рынок отечественной фармацевтики, то где-то 90% компаний занимаются дженериковой продукцией, где-то 10% занимаются созданием каких-либо инноваций. Это нехорошо и неплохо. Почему важно иметь на рынке и то, и то? Потому что дженериковая продукция, как мы понимаем, она позволяет сделать терапию доступной для пациентов и для государства, и государство таким образом может в том числе высвободить деньги для закупки тех самых инновационных препаратов, которые по определению не могут быть дешевыми и, естественно, за счет своей высокой технологичности имеют определенную стоимость. Так вот, компания «Промомет» с самого начала своего существования держала курс на создание инноваций тех или иных. Мы изначально каждый раз задумывались при производстве любого препарата, даже если мы работаем для обеспечения каких-то там социально важных продуктов, которые представляют из собой дженерики, или работая сейчас последние несколько лет в рамках импортозамещения, или создания абсолютно оригинальных препаратов. Мы делаем как субстанцию, то есть само действующее вещество, из которого состоит лекарство, так и, собственно, готовые лекарственные формы – таблетки, капсулы, порошки и так далее. Вообще, надо сказать, что на нашем заводе мы производим максимально все возможные востребованные лекарственные формы. Почему важен этот полный цикл? С одной стороны, мы полностью отвечаем за качество своего продукта, вот от и до. С другой стороны, это большая независимость. То есть мы фактически не связаны с каким-то единым иностранным поставщиком субстанции. Мы делаем все у себя. С третьей стороны, такая концепция, вообще вот наша концепция – это от идеи к молекулу, от молекулы к пациенту. Это и есть та возможность создавать инновационные препараты, которые дают какие-то прорывные решения в медицине, которые позволяют эффективнее лечить то, что до этого считалось сложно излечимым или даже неизлечимым. И, собственно, вот на этом мы и акцентируем нашу деятельность. Отлично. Тогда несколько вопросов. Первый, наверное, базовый стереотип людей, которые все-таки инвестируют, что вот такая Big Pharma – это чаще всего крупные западные компании, они разрабатывают лекарства, и, собственно, все инновационные истории происходят отсюда. Вы говорите о том, что вы тоже занимаетесь инновациями. Это действительно здорово. Опять же, с учетом того, что это расширяет возможности для российского инвестора. Все-таки можете сказать конкретно вашей компании, сколько доля занимает дженериков в производстве или выручке, и сколько непосредственно уже ваши продукты, которые полностью вами доведены до рынка? Ну, смотрите, если говорить, опять же, портфель настолько разнообразен, что каждый конкретный год этот процент может меняться. Так, например, условно, когда компания вышла в ковид, она была одна из ведущих компаний, собственно, пролечила миллионы пациентов, работав, конечно, на этом 18 миллиард рублей, но это же называется. А какой продукт был? Это был продукт Реплевир, на самом деле целая линейка продуктов, это Реплевир и Спиравир, Спиравир, собственно говоря, три продукта на основной. И я думаю, что наши зрители и слушатели знакомы не понаслышке с препаратом Реплевир, который в том числе помогал вылечить большую часть пациентов. То есть на тот момент история, если говорить про оригинальный, а это оригинальный препарат, компания Промомет, доля составляла порядка 70%, если говорить про инновационные продукты, которые у нас были в линейке. Сейчас, учетом того, что пандемия чуть закончилась, мы пока приоритированы чуть больше на социально значимые продукты, доля оригинальных препаратов составляет порядка оригинальных инновационных препаратов, порядка 60%. Мне кажется, это большая доля. То есть это важно, эта доля существенно больше, чем в среднем по российским компаниям. Конечно, потому что Промомет, да, мы имеем в портфеле большой портфель генетических препаратов, опять же, в текущей ситуации, но при этом мы стремимся к выводу на рынок наших оригинальных интересных препаратов. Я думаю, что если еще добавить, что мы концентрируемся же не на какой-то одной области, а у нас целый ряд заболеваний, вы наверняка спросите, какие болезни мы хотим лечить. Например, мы уже более 10 лет лидеры в рынке ожирения. Мы понимаем, что это огромный растущий рынок. Сейчас вот если мы были на Питерском экономическом форуме, и даже там обсуждалось, что вообще каждый третий человек в нашей стране страдает либо от выпеченного веса, либо от ожирения, и, к сожалению, это мировая тенденция. И в принципе, если смотреть на мировой рынок, то 50% этого рынка это препараты для лечения ожирения и онкологии. Соответственно, на этих областях мы концентрируемся, и вот как я уже сказала, мы лидеры более 10 лет на рынке ожирения. И это полностью оригинальный продукт, препарат наш бренд Reduxin. Это бренд, который уже более 10 лет занимает более 50% рынка. У нас есть оригинальные препараты и, соответственно, в других областях. Хорошо. Тогда вопрос еще такой тоже, может быть, стереотипный, но все-таки очень важно инвесторам потенциальным получить на них ответы. Вопрос следующий. Часто, по крайней мере, то, что я слышу, исследование, разработка нового лекарства – это мега дорого. Прямо очень-очень дорого. И опять же кажется, по крайней мере отсюда, что российские компании не могут себе позволить такие траты, такие исследования, и поэтому отсюда большая доля дженериков. Вот в вашей компании как вы решаете? То есть, первый вопрос, действительно ли это так дорого? Или все-таки с учетом того, что в России цены подешевле этого, как сказать, менее дорого? Да, менее дорого. Обратите термин «дорого». Вот, да. Все-таки действительно ли возможно, ну, вы называете лекарство, но все-таки это проговорить, выпускать именно, то есть, создавать российские лекарства, вот, насколько это дорого? И еще вот тоже классический вопрос – по времени. То есть, по крайней мере, есть тоже такой стереотип или риск фармкомпании в том, что очень можно долго вести-вести лекарства, потом на какой-то стадии понять, что оно, например, вреда больше, чем польза. Вот, соответственно, насколько это дорого для России и вот насколько риски того, что лекарство все-таки не дойдет до, так сказать, конечного одобрения, они как решаются в компании? Я начну буквально, начну с цифр, а ты уже, что называется, про историю, ну, чтобы определиться, опять же, дорого или недорого. А в целом компания тратит порядка 10% от своей выручки на исследование разработки строго, да, на РНД. Потому что компания понимает, что для фармацевтики РНД – это по факту ее кровь, да, то есть это то, за счет чего живет компания, потому что это в дальнейшем выводит. А в целом где-то за последние три года мы потратили порядка 5 миллиардов рублей на исследование разработки. То есть, опять же, оценить много или мало – это не 5 миллиардов рублей, но Кира может, извините, не 5 миллиардов долларов, но Кира может, так сказать, прокомментировать, почему это для нас интересно, эффективно и почему мы это можем делать. Да. Да, здесь комплексный такой, может быть, ответ, если что, вы меня перебиваете. Ну, во-первых, надо начать с того, что сами подходы к разработке инноваций, они могут различаться, особенно если мы говорим там про биотехнологические продукции и так далее. Может быть подход, который чаще всего реализуется на Западе, это так называемые там стартапы, венчурные какие-то проекты и так далее. То есть, и компании Викфарма также потом занимаются покупкой этих венчурных стартапов и развивают, фактически, они развивают во многом данные фундаментальной науки. То есть, на что тратится много средств? На поддержание лабораторий, которые ищут какие-то новые мишени, на которые нужно подействовать. Это долгий скрининг, это очень высокие риски, эти мишени могут не сработать, причем они могут не сработать, когда уже очень много вложено, уже прошли доклинические исследования, уже прошли исследования на здоровых добровольцах. И на второй фазе, когда ты перешел уже к пациенту, вдруг оказалось, что эта мишень несет под собой какие-то скрытые побочные эффекты или, допустим, недостаточную эффективность. Существует другой подход, который, например, реализовываем мы и целый ряд других компаний, в том числе и Викфарма. Мы анализируем, по сути, то, что исследовали другие. Мы работаем с известными мишенями. Мы применяем методы биоинформатики для того, чтобы быстро, ну, относительно быстро, естественно, проанализировать эти большие данные и выбрать те мишени, которые сейчас, мишени – это то, на что нужно подействовать в организме для того, чтобы был эффект. Те мишени, действия на которых вызывают максимальный эффект, то есть те мишени, которые сейчас считаются максимально потенциальными. Что также мы делаем? Естественно, мы анализируем те препараты, которые уже сейчас считаются эффективными. И дальше, вот как раз, если говорить про сравнение с российскими компаниями, в этом уникальность компании по-моему тоже. Мы очень активно применяем методы искусственного интеллекта для того, чтобы изменить известную структуру молекулы, поменять ее и сделать так, чтобы это была молекула, которая лучше всего свяжется с известной мишенью. То есть, по сути, мы делаем инновации, мы делаем абсолютно новое вещество. Это вещество новое, его можно защитить патентом на 20 лет, с возможностью потом еще на 5 лет продления. Но при этом мы не изобретаем велосипед, и мы не работаем с данными фундаментальной науки. Это очень сильно повышает этот процент конверсии. То есть сейчас уже аналитические агентства, Педабиси, Макинзи и так далее, показывают, что такой подход, он в принципе повышает процент конверсии из молекулы кандидатов в препарат на полке, доводит его больше, чем до 80%. И мы не одни, кто так делает. То есть вот, например, мы любим приводить очень понятный пример с Виагрой. Компания Pfizer разрабатывала препарат, много лет разрабатывала, вложила туда миллиард, разработала Виагру. Много компаний посмотрела на успех, компания, естественно, на этом взлетела, очень много заработала. Посмотрели механизм действия этого препарата, посмотрели, что это действует на мишень, которая медицинским языком называется фосфодиэстераза пятого типа. Они взяли молекулу Виагры, немного ее изменили, и оказалось, что вот эта измененная молекула, то есть Виагра называется молекулой силденофил, а второй препарат называется сиалис, он тоже безумно популярный, молекула называется тадаллофил. Эта измененная молекула, она действует лучше. Нужна меньшая доза, она действует дольше. То есть препарат, который вроде как создан на основе чего-то, по сути стал best in class, лучше в своем классе, и компания взлетела еще больше. Можете тут уточнить, а это как-то, ну, не защищается патентом? Ну, то есть это все-таки, с одной стороны, изменения есть, с другой стороны, на основании ранее вот... А это очень хороший вопрос. Естественно, мы очень хорошо, у нас есть своя команда патентных поверенных, мы изучаем, что защищено патентом и какие изменения структурные с точки зрения строения молекулы можно сделать, чтобы, с одной стороны, не нарушить чужой патент, а с другой стороны, и это даже часто важнее, обеспечить себе очень мощную патентную охрану, поскольку мы должны эффективно существовать не только на российском рынке, но, естественно, как инновативная компания, мы еще задумываемся и ведем экспортную деятельность. Ну, я отвечаю, продолжаю ответ на вопрос, то, о чем, пример, который приводила Кира, первый препарат Виагра, это большая компания иностранная Pfizer, второй препарат Cialis, это большая иностранная компания Lailily, и, как вы говорите, патентных вопросов у них не возникало, да, то есть основной послуг в том, что вот действующее вещество или молекула, что это? Что действующее вещество другое, молекула другая. Есть варианты, когда это можно сделать, там, механизм действия или воздействие на ту же мишень, но два разных препарата, при этом большая фарма, как говорится, не пренебрегает такой историей, поэтому почему российская фарма не может, собственно говоря... Из нашей жизни, что, например, мы сделали буквально недавно, возможно, вы, если, ну, как бы, интересовались хоть немного рынком биофармацевтики, и, может быть, наши слушатели тоже, знаете такую компанию Novonordisk. Novonordisk – компания, которая фокусируется на эндокринологии, у них есть там свои инсулины, а есть препарат Azempic. Безумно скандальный известный препарат, почему он скандальный? Потому что он настолько популярен, что акции Novonordisk и ее капитализация так залетели, что теперь капитализация компании Novonordisk выше, чем стоимость ИВВП Дании. Это датская компания. А, да, это же история с... Да, это история с Аземпиком препарата для лечения ожирения. Соответственно, вообще этот препарат изначально для лечения пациентов с сахарным диабетом. В нашей стране они тоже успешно существовали в рынке, пациенты были обеспечены терапией, это прекрасный препарат. И вдруг в 23-м году компания Novonordisk объявляет об уходе этого препарата с рынка. То есть, по сути, она забирает жизненно важную терапию пациентов с сахарным диабетом. Люди остаются без лечения, а когда мы говорим про диабетиков, но это на полном серьезе угрозы жизни. А почему она уходит? Тоже хороший вопрос. Кстати, интересно, что она уходит не из-за санкций, потому что фармацевтику... А, имеется в виду с российского рынка. С российского рынка, да. А, так. Но это тоже очень важно. Уходит она не из-за санкций, а из-за того, что у них не хватает производительности, из-за своей технологии, для того, чтобы обеспечить Россию, Америку и так далее. Америка впереди, понятно. Естественно. Вот. Соответственно, мы же лидеры в рынке ожирения. Мы много лет вообще изучали различные тенденции этого рынка и готовили препараты следующих классов. Мы создали целую пептидную платформу, целую технологию, которая позволяет делать эффективные препараты для лечения ожирения. Соответственно, что мы сделали? Мы спасли... Я понимаю, что это звучит пафосно, но это действительно так. Мы спасли этих пациентов с диабетом. Мы уже в конце 2023 года вывели препарат, который на основе формулы Аземпика. Но это препарат с улучшенными свойствами. И это подтверждено, это опубликовано в рецензируемых журналах. Вот за счет тех самых инноваций, которые мы внедряем в свои практики, за счет вот этих технологических инноваций, за счет технологических ноу-хау, мы вывели препарат, который даже лучше по свойствам. И, соответственно... Он уже... Он уже в рынке называется «Квинсента». Да, если говорить о деньгах, то востребованность в препарате такая, что за 1 декабрь мы продали препараты на миллиарды рублей. Давайте, нет, это важно. Все-таки мы сейчас чуть-чуть такой более в научной боли ушли, но вспоминаем, что... Да, мы говорим о том, что был настолько сильно отложенный эффект, что за 1 декабрь, с момента запуска, вот мы запустились в ноябре и декабре, мы запустили на самом деле два препарата. Один называется «Квинсент», второй называется «Инлигрия». В разных ценовых категориях. А нацелены они на одно и то же? Или вот второй препарат? Чуть-чуть научную тогда. Да, немножко туда. Оба препарата, они протезаместили ушедшие препараты компании «Новонордиск». Один препарат назывался «Саксэнда», другой препарат назывался «Земпик». Молекулы разные. И, кстати, это тоже прекрасный пример, когда изначально был сделан лироглутит, вот та самая «Саксэнда», направленная на лечение сахарного диабета и ожирения. А потом сама же компания «Новонордиск», немножко изменив структуру молекулы, вывела «Семпик», который показал еще большую эффективность в лечении сахарного диабета и ожирения. Соответственно, мы вывели оба препарата по другой технологии, со своими инновационными решениями. Но оба на борьбу с ожирением. Оба на борьбу с ожирением и на борьбу с сахарным диабетом. Есть разные, так в маркетинге называется, портреты пациентов. Кому-то подходит один препарат, кому-то другой. Энвигрия принимается ежедневно, это уколы, ежедневные уколы. Уже «Квинсента» позволяет делать всего одну инъекцию один раз в неделю. И сейчас, если говорить про то, что мы пошли дальше, мы выводим следующий инновационный препарат. Я пока не могу назвать его название. Уже в конце этого года это препарат, который также на основе эпидной технологии, препарат, который лечит уже все стадии ожирения, включая морбидное ожирение в мире. Это какое? Это большое. А, кстати, у больших мужчин, у кого... Это то ожирение, которое сейчас лечится только хирургическим путем. Это то ожирение, которое, к сожалению, связано с очень высоким риском инвалидизации, с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это всегда целый букет, метаболический синдром и так далее. Хорошо, тогда смотрите, хочется тут акцентировать внимание, потому что за последний год мы общались с многими компаниями в IT-сфере. Просто очень такая аналогия похожа, что я слышу. Компании очень себя хорошо чувствуют, потому что ушли иностранные игроки, и освободился крупно российский рынок. Российский рынок, еще раз, дорогие инвесторы очень крупные. И, соответственно, IT-компании нужно заместить. И, собственно, там работы на 5-10 лет, если не больше. Соответственно, если я правильно слышу, то в фармацевтике происходит похожая ситуация. Компании иностранные уходят, болезни, к сожалению, никуда не уходят, и поэтому нужно замещать. Ну, наверное, в целом да, но, наверное, чуть-чуть вы упрощаете, потому что при всем уже не к IT-компаниям, не будем, что называется, промотировать. Вы, наверное, работаете пока не на российском оси, да, если уж говорить про компьютеры и прочую историю. То вот с препаратами... Ну, они, конечно, поспорили, но я понимаю, да, да. А вот, надо сказать, то с препаратами намного сложнее, да? Да, то есть, ну, во-первых, с препаратами действительно намного сложнее. Во-вторых, мы не видим того, что прям иностранные компании массово выводят свои препараты с рынка. Все-таки это социальная функция, это международный скандал. Скорее, вот какие-то точечные истории, которые вы... Сейчас я расскажу. Дойдем. Но очень важный момент. То есть, те препараты, которые были на нашем рынке, они, в принципе, здесь живут, остаются там и так далее. Но что важно, медицина ведь идет вперед. Здесь онкологические заболевания, которые необходимо лечить, которые в настоящий момент не побеждены. Есть аутоиммунные заболевания, всплеск аутоиммунных заболеваний после, особенно, эпидемии коронавирусной инфекции там и так далее. И вот именно инновации свои иностранные компании в России приводить не будут. Почему? Мы это увидим. Существует регуляторное правило. Для того, чтобы зарегистрировать препараты Российской Федерации, необходимо провести исследования с участием российских пациентов. Это закон. И что мы видим? Это открытая информация, это каждый может посмотреть на сайте Государственного регистрирования лекарственных средств. Иностранные компании остановили действующие исследования, причём на полном серьёзе были даже случаи, когда изымались упаковки у пациентов, участников исследования. И они не приходят с новыми. То есть буквально за последние два года количество исследований иностранной фармы сократилось в 20 раз. То есть мы понимаем, что всё. То есть инновации сюда не придут. Через какое-то время новые лекарства перестанут пропадать. В следующие 4-5 лет мы столкнёмся с тем, что не будет. То есть текущие, опять же аналогия с IT, текущие забирают продукты, здесь продукты не забирают, текущее лекарство остаётся, но это очень меняющийся рынок, нужно бежать вперёд. Соответственно, новые не будут приходить. Да, и что нужно сделать, да. То есть, с одной стороны, перед отечественной фармой сейчас стоит большой вызов, потому что нам нужно не допустить дефицита лекарственных средств. И самое главное, сделать так, чтобы были всё-таки последние слова медицины тоже у российских пациентов. А с другой стороны, для такой компании, как мы, это просто окно возможностей. Почему? Потому что инфраструктура есть, R&D есть, огромные наработки уже есть, куча исследований по больше, чем 12 препаратам уже проведены. Мы, соответственно, выводим их в рынок. И, соответственно, это вот большая возможность довести быстро те исследования, которые мы и так планировали, те наработки, которые мы и так планировали. Но вот сейчас надо успеть влезть в это окно и захватить этот рынок. Хорошо. Маленький вопрос, просто вот на эту тему. Конкуренты. То есть, ну, наверное, рынок большой. Есть ли конкуренты? То есть, есть какая-то специализация? Может быть, вы на одном специализируетесь, а не на другом? Либо все стараются тоже максимально широко изучать, и вот насколько конкурентная среда в России серьёзная, и какое место вы занимаетесь? Мы, наверное, вместе тоже будем отвечать. Ну, начинай. Начинай, да. Да. Ну, мы ещё не обсуждали вообще, на чём фокусируется наша компания, но вот два наших основных фокуса – это ожирение и онкология. Почему это подчёркиваю? Потому что это те области, в которых, с одной стороны, всегда высокая потребность в инновациях, ожирение связано с сахарным диабетом, неразлучностью, то есть всегда нужна именно инновационная терапия. А с другой стороны, так построена медицина, вот так построены клинические рекомендации, это доказано, что для того, чтобы эффективно лечить эти заболевания, должно быть сочетание биотехнологических продуктов и химических продуктов, то, что мы называем биофарма. Вот среди отечественных компаний именно биофарма – это только промомет, так сложилось исторически. Есть компании, их всего, наверное, две, которые занимаются инновацией в биотехе, мы их очень уважаем, и на самом деле это очень здорово, что они развивают биотех в нашей стране. Большинство, есть, наверное, тоже где-то одна-две компании, которые направлены на какую-то инновационную деятельность в химии. Большинство отечественных компаний ведут сейчас дженериковый бизнес, это тоже важно, мы уже обсуждали почему. Вот такой биофармы, её сейчас больше нет. Естественно, конкуренты могут появиться, мы же от этого не застрахованы. Но, опять же, если мы говорим про тот же самый рынок ожирений, то же самое будет касаться онкологии, к сожалению, это связано с драматическим ростом распространенности этих заболеваний. Вот вышел отчёт Golden Saks, по-моему, у них даже первый слайд называется «Место хватит всем». Потому что они сравнивали выходящие продукты Лайлелии и Новоноргиска, и, собственно, их потенциал, как они будут конкурировать на рынке мировом, и так далее. Вот заголовок был, что «Место хватит всем». То есть, рынок ожирений настолько большой. Ну, то есть, старейшее население. Ну, и как важный комментарий, так вот того, что, во-первых, 90% рынка – это в России генерического компания, это была модель, потому что всегда были иностранные компании, которые приводили свои инновации. Собственно, российская фарма концентрировалась на, условно говоря, выводе более-менее дешёвых аналогов этих продуктов. Ну, и опять же, если говорить про вход вот этих компаний, скажем так, на наше поле далее, мы будем говорить, то для того, чтобы им выйти, им нужно минимум три года построить мощности. То есть, даже если мы просто так говорим о том, что… А потом исследования? Ну, исследования-то дополнительные. Я просто, вот если, опять же, потому что исследования всегда, как говорится, научные, сложные и так далее. Мне вот по-простому. Надо построить завод. Завод не строится за год. А можно это чуть-чуть подробнее, чтобы потом ещё не возвращаться? Вот, я понимаю, особенность вашей компании в том, что помимо исследований, в которые мы ещё вернёмся, есть ещё один важный вопрос, есть и инфраструктура уже готова. Да, то есть, компания потратит. То есть, у компании есть прекрасная производственная площадка в городе Саранск, это Мородовская республика. Это наше подразделение, называется «АО «Биохимик». По сути, это 22 гектара земли. 22 гектара индустриальных площадей. 22 гектара индустриальных площадей. Ну, с точки зрения того, что я имею в виду, что масштабы и объёмы. То есть, для примера приводили, что, например, в Калужской области выделяют на один фармацевтический кластер 8 гектаров земли, чтобы построить производственную мощность. Вы можете понять, что у нас, скажем так, может уместиться несколько фармацевтических кластеров. За последние 4 года компания проинвестировала 11 миллиардов рублей, уже проинвестировала именно в модернизацию, строительство новых мощностей, которые там будут. Потому что, на самом деле, это завод, который был построен в 1953 году, открывал, точнее, по указу, то есть, все время Сталина, он был направлен на производство антибиотиков. То есть, по факту, это был первый завод биофармацевтический, еще когда в середине 20 века было начинание. Сейчас, естественно, еще раз повторюсь, он модернизирован. Мощность основная уже едина в эксплуатацию. По сути, инвестпрограмма, касаемая производственных мощностей, выполнила на 90%. То есть, в 2014 году мы запускаем два цеха, и, собственно, на этом, наверное, больше потребностей в производстве, именно в производственной мощности, наверное, не потребуется. Потому что у нас там минимум 10, можем сказать, минимум 10 лекарственных форм, да? Да, у нас 17 производственных участков. У нас отдельно, фактически, завод заводит. Завод, как я уже говорила, производства фармацевтических субстанций. Это уникальная площадка, которая делает как биотехнологическую продукцию, ну, то есть из культуры клеток, из чего-то живого, так и химическую продукцию. Это синтез одна молекула, другая молекула, получилась еще какая-то новая молекула. У нас 10 самопостребованных лекарственных форм. У нас важно, наверное, сказать, что у нас есть единственных в России, и таких всего три в мире, это полностью автоматизированный цех по производству пероральных лекарственных форм. пероральных, то, что принимается через рот, таблетки, капсулы и так далее. То есть такой цех есть только в Германии, в Корее и вот на заводе биохимик у компании Промомент. Почему важна полная автоматизация? Потому что мы исключаем риск человеческой ошибки, потому что это очень сильно упрощает возможность управления. То есть с утра приходит девушка, включает выбранную программу и просто контролирует, что происходит. И это же позволяет повысить производительность. То есть здесь все играет на руку. То есть у нас полностью готовое производство. И еще стоит отметить, что у нас очень большое R&D. То есть R&D – это же тоже важная часть создания инноваций. И это, с одной стороны, люди, это несколько сотен людей. А с другой стороны, это, естественно, оборудование. Оборудование для создания различных лекарственных форм, аналитическое оборудование, технологии искусственного интеллекта. И все это у нас уже есть. Хорошо. Если можно, последний круг с точки зрения исследований и так далее, все-таки хочется про него поговорить. Тоже базовый стереотип, что, к сожалению, ну как это, если не совсем шашкой махать, а так, помягче сказать, на науку, Россия немного выделяла средства. Может быть, где-то отстали, где-то что-то упустили. И всегда есть такой стереотип, что вот все, что научное, к сожалению, ну может быть и есть желание, но есть сложности с людьми, с какими-то текущими технологиями, с исследованиями и так далее, и так далее. И вот желание есть, но возможности нет. Вот если я правильно слышу, то кажется, что, по крайней мере, в вашей компании есть люди, ваши прокомментируйте, есть опыт, знания, там, ну желание точно есть, технологии и так далее. То есть вот есть ли с этим проблемы, вот с людьми и там, с учеными, с исследователями? Спасибо за вопрос. Кирилл любимый вопрос. Я так понимаю, много любимых вопросов. В части людей и в части. Да. Ну, сложности, то есть найти гранатных специалистов, естественно, это сложно. Иначе бы было много, так сказать, возможных таких компаний. А что мы делаем, естественно, помимо прекрасных условий работы, а я очень много лет уже практически выросла в этой компании, поэтому я знаю, о чем я говорю, мы очень много вкладываемся в рост кадров. Мы фактически растим детей с детского сада на полном серьезе, приучая детей к химии. Если мы говорим про школу, мы поддерживаем различные специализированные классы. Почему? Потому что вот я по себе знаю, ЕГЭ по химии – это кошмар. Никому не хочется здравому мне сдавать ЕГЭ по химии. Ну, я утрирую сейчас, чтобы никого не обидеть. Но дети из-за того, что многие просто боятся, они не выбирают химию как вот какую-то приоритетную область для того, чтобы с этим не связываться. Соответственно, мы поддерживаем школу. У нас есть специализированные классы для того, чтобы вообще помочь детям понять, куда потом, выбрав это, что это не так сложно, и куда потом они могут развиваться, насколько это интересно. Потому что на самом деле делать лекарства, спасать жизни, видеть результат твоей работы на полке в аптеке – это очень мотивирует, это очень классно. А что дальше? Дальше, естественно, мы сотрудничаем с большим количеством ведущих университетов. Мы открыли, например, свою кафедру. То есть мы инициировали создание кафедры медицинской кибернетики в Росу Немеде, это бывший третий метр, для того, чтобы растить специалистов, которые работают с искусственным интеллектом. А для того, чтобы студенты с первого курса, по сути, стажируясь у нас, работая фактически на практике, осваивали эти сложные технологии. У нас есть своя кафедра в Саранском государственном университете, кафедра химической технологии. У нас есть целевые направления в московских вузах, в Менделеевке, тонкохимической технологии, в Санкт-Петербургском университете и так далее. То есть, естественно, кадры мы растим, кадры у нас стажируются, у нас очень интересные возможности, мы поддерживаем потом программы, аспирантуры, у нас есть молодые коллективы. Плюс задачи, которые мы решаем, они действительно передовые. То есть, одно дело, когда ты делаешь там дженерики прямым прессованием, а другое дело, когда ты делаешь новое слово. Например, у нас есть разработанная РНК-платформа. Опять же, те, кто хоть как-то интересовался биотехом, знают, что препараты на основе РНК, это многие говорят, что это будущая медицина. Вот у нас уже есть этот препарат, на него есть 6 патентов, он вышел в рынок. А девочка, которая руководила этим проектом, на момент старта ей было 27. И, конечно, с учетом того, что мы в РНД все фанатики, а когда у тебя еще приходит заряженная молодежь, то это дает свой результат. Ну, то есть, важный акцент, что ситуация не так, что сейчас вы вдруг кинулись как бы изобретать лекарства, да, то есть работа планомерно велась. Систематическая, конечно. С годами, годами. Многие годы, да. Да, это здорово. Потому что иногда со стороны кажется, что работа не... Все в раз, оп, и выросла. Да. Такого не бывает. Хорошо. То есть, как бы, молодежь есть. Железно есть. Вы с ней работаете, знаете, как сказать, куда направить их таланты. Теперь вот вопрос про, может быть, мы частично касались, все-таки про акцент, может быть, текущие лекарства, продукции и перспективы. То есть, вот, в какие направления вы смотрите, где считаете, что будут, как бы, лучшие результаты? У нас есть несколько стратегических направлений. Как я уже сказала, ну, основу, два самых важных слова, это ожирение и онкология. Тоже уже объясняла, что с одной стороны, ну, всегда надо делать то, что ты умеешь делать лучше всех. Правильно? Как бы не громко это не звучало. Но мы лидеры в рынке ожирения, мы развиваем этот портфель. То есть, буквально в течение этого года и еще следующих лет мы выводим препараты следующих поколений, как я вам уже говорила, препараты для лечения всех форм ожирения. Дальше мы выводим препарат двойного действия, который потенциально может даже переключать пациентов с инсулина на приемы этого препарата. Вот такая у него эффективность. С точки зрения онкологии. С точки зрения онкологии мы также концентрируемся на инновационных препаратах. Это так называемая таргетная онкотерапия. То есть, когда люди говорят про онкологию, чаще всего в головах химиотерапии. Да? Все знают это слово. Химиотерапия дает определенную эффективность, к сожалению, обладает большим количеством побочных эффектов. Почему? Потому что она, помимо раковой клетки, убивает все живое, что она видит на своем пути. А сейчас уже существуют другие способы. Мы с вами говорили про известные мишени, там и так далее. Так называемая таргетная онкотерапия. То есть, мы научились, мы и те другие компании, которые иностранные, которые работают над препаратами, действующими на эти же мишени, а мы с ними по сути работаем нос к носу, научились действовать четко на раковую клетку. И это дает более 10 лет жизни, вплоть до полной ремиссии. И также мы... Уточни, это важно. Это вот на текущий момент? Это потенциальный портфель. Это потенциальный портфель. То есть, есть уже... Какие сроки? Это начиная со следующего года. Выходы уже, лекарства. Да, это... Может быть, в двух словах. Собственно говоря, есть текущий портфель, который есть у компании. То есть, компания не новая. Это не стартап. Это компания, которая образовалась с 2005 года и полномерно продолжает свою стратегию развития. В текущем году у нас портфель был где-то порядка 28% в эндокринологии. Все, что касается ожирения, 24% это онкология, 10% это неврология, где-то 10% противовирусные. И все, что касается лечения против ВИЧ. То есть, как вы видите, вот это наши 3-4, ну, оставшиеся проценты, это наша общая терапия, про которую мы сказали, что социальная ответственность, которую компания несет. Как вы видите, там 2 или 3 места силы точно нужно определить. Это онкология и ожирение. Это небольшой мостик к тому, что сказала Кира. То есть, начиная с 2025 года у нас выходит новый портфель препаратов для лечения ожирения, тоже новые инновационные продукты. То есть, мы продолжаем планомерное движение в этом направлении. Особенность компании, особенность, почему мы, собственно, с вами общаемся, почему мы здесь. Уже говорили про окно возможности 4-5 лет, в рамках которых там иностранная фарма точно не появится, если она хочет появиться, ну, окей, в 30-м, 30-м, могут наконец-то вывести свои препараты. Мы хотим сейчас, здесь одномоментно, проинвестировав полученные средства в R&D, в исследование и разработки, вывести эти препараты на рынок. Занять нишу. В 24-25-м мы понимаем, какие препараты выходят, инвестиции были сделаны по итогам ковида, заработанные деньги были проинвестированы. Соответственно, поэтому сейчас мы можем их выводить, в 24-25-й год. Собственно, есть еще окошко 26-27-28, в которое мы целимся, то, о чем говорила Кира, про инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний. Как хорошо, что нас двое, это я усложняю. Я все-таки хотела это рассказать. Соответственно, что вот это окно, то есть мы, если говорить про фарму в целом, уважаемых нашим коллегам, слушателям, то есть это не история одного года. Ты не можешь в 22-м году принять решение и сказать, о, супер, в 23-м я произведу свои любимые гвозди. Да, соответственно, мы смотрим на стратегию, во-первых, у нас 10-летняя стратегия, которую мы пересматриваем каждый год, потому что должен быть пайплайн, который выходит. Сейчас мы смотрим, естественно, на горизонт 24-го, 32-го года, но мы говорим сейчас, по 25-му, 26-му, как в ближайшей, 24-й, 25-й, простите, как в ближайшей перспективе, 26-27, это среднесрочная, 28-30, это не как многосрочная перспектива. Поэтому... Да, возвращаясь к лекарству, вот теперь вот в этой, как бы, картине, да, какие годы? Какие годы? То есть, начиная со следующего года, мы начинаем выводить инновационный препарат, вот той самой таргетной терапии, о которой я вам говорил. А начиная с 27-го года и далее, мы выводим препараты еще последнего поколения, потому что мы научились соединять биотехнологические препараты с химической молекулой. Это называется ADC-терапия. Опять же, если немножко почитать, то это считается сейчас вот максимально эффективные способы лечения лекарственных заболеваний, которые развиваются и на которые нацелена та же самая ВИК-фарма. То есть, мы сейчас работаем над этим, эти препараты уже в продвинутой стадии, мы уже понимаем, на что действовать, чем действовать, какое должно быть строение, как это, соответственно, сделать. И, ну, осталась, естественно, важнейшая часть, это проведение клинических исследований. И вот эту программу для лечения онкологии мы будем выводить начиная с 20-го года. Есть еще, все-таки важно, я немножко упомяну, ну, у нас, конечно, два слова, но я бы еще на ВИЧ, наверное, сфинцитировала внимание. Препаратов у нас еще много, у нас есть и анальгетики, у нас есть, ну, целый ряд заболеваний, но почему ВИЧ? Сейчас, ну, опять, чтобы поставить некий контекст, у нас порядка 150 препаратов в разработке, да, мы говорим об инновационных, порядка 30 препаратов. 24, да. Да, на которых мы акцентируем внимание, опять, не то чтобы упрощая, но чтобы было чуть более понятно. Да, да, да. То есть есть большой пол, есть, конечно же, направление, вот 24, которые вводим, в них есть направление онкология, эндокринология, это четко расписанная стратегия вывода продукта, да, то есть это не, это, что называется, не, как бы сказать, планы уже есть, не что-то нарисовали, да, вот скажут, не что-то нарисовали, а именно планы вывода с пониманием клинических исследований, вывода регистрации и так далее. Это не только планы, то есть когда мы говорим про вывод 25-26, все исследования завершены, уже препарат находится в стадии регистрации. Это значит, что мы уверены на 100%. То есть даже регистрация все равно, да, получается, занимает 2-3 года? Регистрация занимает где-то 180 рабочих дней, то есть это длительный процесс. Ну, полгода, а все-таки вот если... 180 рабочих? Это только... А, рабочих, да, да, да. Ну, год и два, если вот суммарно, где-то год и два. Ну, в общем, процесс длительный. Конечно, сама регистрация длительный процесс, почему? Потому что наше государство должно проверить не только документацию, но и провести лабораторную экспертизу. Понятно. Безопасность превыше всего, немножко все-таки еще, наверное, договорю про ВИЧ, а потом, если будет интересно, расскажу про пострики, которые существуют у нас в государственном. Это важно. Да, это важно. А возвращаясь до кронологии, онкологии, и очень важная вещь. Почему? Потому что уже в 26-м году мы видим препараты, которые позволят уйти от приема множества таблеток ежедневно до всего одной инъекции раз в 2 месяца. То есть представляете, насколько это удобнее, насколько меняется у человека это качество жизни, он может жить, как обычный человек, не задумываясь о своем заболевании, но иметь полового партнера, выражать здорового ребенка и так далее, и так далее. А цена – одна инъекция в 2 месяца. И это тоже препарат, который выйдет у нас уже в 26-м году. Понятно. Все-таки, прежде чем перейдем к финансам, вопрос про онкологию, мне кажется, действительно, многих интересует. Вот эта история, то, что вы сказали, более таргетная терапия, это, можно сказать, ну, безусловно, это улучшение, но это вот так вот, может быть, по-обывательски, это прорыв, то есть это, ну, серьезно улучшит лечение, или все-таки, ну, такой долгий путь по борьбе с этой болезнью в общем фарминдустрии, и, ну, как бы еще много чего предстоит сделать. Ну, наша задача дать прорыв, мы на это, собственно, и работаем, и почему я говорила, очень важно, что наша компания это не биотеха, а биофарма, потому что мы даем таргетную химическую терапию в сочетании с биотехнологической терапией. Почему это важно? Биотехнологическая молекула может добраться до нужной мишени, до тех мишеней, до которых химия просто не доберется. Мы научились делать так, что она не просто добирается до этой мишени, она и приносит точечно туда химию, и получается такой двойной эффект, и за счет этого получается прорыв, и исследования показывают, что вплоть до стопроцентного ответа на терапию. То есть, не упрощая, но все знакомы с химиотерапией. Химиотерапия действует неизбирательно, к сожалению. Все прекрасно понимаем, что когда назначают химиотерапию, то помимо рака, собственно, и общее состояние пациента тоже оставляет, есть обычные эффекты, прочая история. Что делает таргетная терапия? То, о чем сказала Кира. То есть возможность доставить химию до конкретной раковой клетки, сберегая все, в том числе, органы, можно так сказать? Можно. Все здоровые клетки. Все здоровые клетки человека. То есть, вот в этом и заключается история прорыва, то есть возможность. И также меньшее количество побочных эффектов и выживаемость. Уточнил, по крайней мере, с того, что я, когда здесь время изучал, то есть часто вот эта история подходит для любых раковых историй или все-таки для каких-то подходит, для каких-то не подходит и все больше мы начинаем лечить не рак в целом, а вот рак конкретно в целом существует. Вот, это тоже прекрасный вопрос, помните, вы задавали вопрос, есть ли уже сейчас прорывы, да, прорывы, ну, их было много на пути лечения алкогических заболеваний, потому что, на самом деле, дать человеку годы жизни, это тоже прорыв. Если мы говорим, например, про рак крови, то прорывы произошли давно, как раз с открытия таргетной терапии, по-моему, 2003 год, я могу ошибиться сейчас в твоем мнении, с препаратов, которые таргетно могут лечить целую группу препаратов, которые упрощенно называются рак крови. Сейчас эти люди действительно живут в полной ремиссии, многие из них. Но рак крови по сравнению со всем, так скажем, раком, это 10%. 90% так называемые солидные опухоли. И вот именно на борьбу с солидными опухолями сейчас и направлена заботка инновационной терапии. Мы концентрируемся на наиболее распространенных видов рака и тех видов рака, которые, ну, очень сложно лечить, например, рак желудка и так далее. Понятно, что не мукоклеточный рак легких, рак молочной железы и так далее. Что важно? В том, что мишени, которые мы выбрали для действия наших препаратов, это не лечение одного рака. То есть, например, если вы посмотрите на препарат, который уже сейчас зарегистрирован, действует на мишени, который называется PD, у него 20 показаний. То есть, один флакон 20 видов рака. И мы разрабатываем препараты, которые будут иметь целый ряд показаний. Один препарат и целый ряд показаний. И в том числе, естественно, на это нам нужны инвестиции, потому что мы можем долго и упорно проводить исследования за исследованием последовательно, а можем провести одновременно несколько клинических исследований и вывести препарат уже с широким спектром показаний. Хорошо. Мне кажется, мы точно поговорили про препараты про компании и все же интересовали. Давайте перейдем к цифрам. Сколько компания имеет выручки и прибыль зарабатывает сейчас и какие планы, если вы их раскрываете? Ну, смотрите, если говорить про прибыль сейчас, ну, во-первых, всех приглашаю на наш сайт, где у нас выложена наша информация, мы собираем по отчетности МСФО, чтобы есть группа компании, чтобы была консолидированная отчетность. По выручке за 23-й год она составила 15,8 миллиарда, но что важно отметить, это то, что предыдущие три года, как я уже говорил, компания заработала на производстве препаратов против ковида, то есть, по сути, три препарата они принесли компании 18,3 миллиарда, но все те деньги, которые мы, собственно, заработали, проинвестировали, да, поэтому, например, рост базового портфеля, если говорить, 23-й год, с обычным препаратом против ковида в сравнении с 22-м составил 103%. То есть, компания за год фактически перевыпустила портфель из тех продуктов, которых она, собственно, разрабатывала последние 22 года. Как пример, мы, собственно, выпустили препараты против онкологии только в 22-м году, где-то заработав 800 миллионов, в 23-м уже заработали где-то и 8 миллиардов, то есть скачок в 4,5 раза. Если говорить про EBIT, то у нас EBIT, до 6,3 миллиарда по итогам 23-го года, среднегодовые темпы роста порядка, ну, во-первых, рентабельность у нас 40%, то есть она стабильная и последние 3-4 года она оставалась на этом уровне. То есть, опять же, честно можно сказать, что препараты против ковида были достаточно доходной историей, поэтому, собственно, компания в том числе и выросла, благодаря им. Но, опять же, уйдя от пандемии компания в итоге осталась на уровне доходности, предпочитая инвестиции именно в высоком маржинальном направлении. Еще раз будем честны, с одной стороны онкологии, не таки налоги, препараты против ожирения это интересные области сами по себе, вот так все получается, что они еще высокомаржинальные. То есть, интерес компании, скажем так, зарабатывать, он присутствует. Это не просто исследование, исследование, вывод препаратов против вывода препаратов. Поскольку в дальнейшем мы планируем инвестиции все-таки в инновационные продукты, то где-то рост выручки у нас в 24-м году составит плюс 35%, по 23-му, ну, порядка, 21 миллиард. Если говорить про 25-й год, я скажу, что аккуратно, что это прогнозируется в 40-75-80%, то есть мы понимаем в 24-25-й год какие препараты выходят. Далее, ну, в зависимости, опять же, от вывода препаратов, если мы планируем по как это случится, среднегодовой темпы рост составит где-то 40%. То есть, до какого года? К 32-му году компания планирует вырасти в 12-13 раз. По отношению к 23-му году. Дорогие инвесторы, это важно услышать. С одной стороны, важно, с другой стороны, это наша понятная стратегия, понятный план, как это надо дойти. Я вам важно акцентировать, комплимент сделаю, потому что все-таки в большинстве случаев компания, которые выходят на рынок, они не дают таких прогнозов, ну, по конкретной финансовой покупателям, они обычно оперируют к рынку в целом, да, и дальше уже, дорогие инвесторы, додумывайте сами. У нас же есть финансовая модель. Сейчас, погоди, важно отметить, что у нас выложена презентация для розничных инвесторов, она тоже присутствует на сайте. Она есть на сайте, и более того, те цифры, которые я называю, с точки зрения роста и роста, то есть определенный гайдинг у нас там тоже есть. Вы их даете? Мы им подаем, да, там раскрыта информация по приросту темпов роста по выручке, по рентабельности по EBIT, и в том числе и дивидендная политика в коротком эквиваленте тоже сделана, но она, собственно говоря, у нас официальная и публичная, и она присутствует. Если говорить, опять же, по доходности, то мы говорим о более 35% в 2024 году до более 55% по EBIT где-то опять же, в 2022 году, но это не ну, а благодаря тому, что мы инвестируем в высокомаржинальную опять же, инвестиционную продвижную, продолжаете развиваться, про которую говорит, да, говорил Акировик, которую мы с вами обсуждали последние. Да. Хорошо, дорогие инвесторы, мы обязательно под видео ссылочку на презентацию выложим, так что можете там найти. или в любом случае посетить сайт компании. Да, потому что еще раз, отчетность выложена, те, кто интересуется и может посчитать, там все. Хорошо, планы амбициозные, это здорово, это инвесторы российские и не только, думаю, любят. Вопрос классический, уже ближе к концу, про решение, выход на IPO, классический вопрос, куда планируете направить деньги, вот два вопроса. Наверное, частично, может даже ответили на него. Мы говорим именно о том, что есть, если вкратце попытаюсь, Кира приведет на пример, компания планирует все-таки за следующие 4-5 лет занять вот это окно, возможности, которая сложилась, не благодаря нам в том формате, что так сложилась конъюнктура рынка, поэтому мы хотим, чтобы у нас наши исследования и разработки начались непоследовательно, одновременно. Компания и так планировала заходить в эти продукты, в эти препараты, но последовательно, постепенно дорабатывая определенную сумму денег, собственно, реинвестируя в R&D и, собственно, выводя продукты. Поэтому все то, что мы сейчас планируем привлечь, это будет, по сути, инвестиции в ресурс и девелопмент и выпуск новых препаратов. Причем не начались, а все-таки это уже инвестиции конкретно в клинические исследования, потому что основная работа, что очень важно, по тому ключевому портфелю, о котором мы говорим, и который даст кратный рост компании, уже большая работа проведена, точка go-no-go во многом пройдена, мы понимаем, как я говорила, на что нужно действовать, какой молекулы это протестировано с помощью искусственного интеллекта, с помощью доклинических исследований, частично уже даже показано в клинических исследованиях, соответственно, это вот конкретные клинические исследования для конкретных молекул, и с одной стороны для того, чтобы все клинические исследования и все молекулы вывести одновременно, а частично, как я уже сказала, того, чтобы у каждого лекарства было несколько показаний. Хорошо, то есть еще раз, чтобы вывести большее количество лекарств в 26, 27, 28 году и как раз обеспечить вот тот рост, о котором вы говорите, собственно, сейчас нужны инвестиции. Да, вполне резонный запрос. Наверное, финальный вопрос, если я правильно слышу, все-таки вы скорее компания роста, потому что существенное развитие, но все-таки про дивиденды. Планируются они, есть ли дивидендная политика или, по крайней мере, на текущий момент все в рост, все в развитие? Смотрите, постараюсь ответить комплексно, что называется, на ваш вопрос. Первое, акционер, да, основные акционеры, собственно, компания планирует делиться заработанной прибылью от того роста, от тех доходов, которые компания планирует заработать в будущем. Дивидендная политика есть, она опубликована и она, собственно говоря, официально тоже раскрыта. При этом мы говорим о том, что, как вы правильно сказали, компания роста, то есть мы говорим о том, что примерно 20-25 процентов от выручки 2024-2025 года планируется быть потрачено на R&B, исследование и разработки. Дальнейший процент будет снижаться, но все-таки мы планируем, что 24-25, скорее всего, 26, да, это будет история про инвестиции в первую очередь. То есть без дивидендов, да? А потом, это вы так выводите, а потом, с учетом того, что компания выведет новые препараты, собственно говоря, они, честно можно сказать, это очень высокое маржинальное история, то есть это был денежный поток, который позволит, конечно же, делиться дивидендами. Ну вот, я говорю, до 26-27 года, скорее всего, без дивидендов и после, после выхода новых препаратов уже, судя по показателям, прибыль вырастет и выручка вырастет, тогда и хватит на новые исследования и, собственно, на дивиденды. Да, наверное, вывод правильный, но все-таки наша дивидендная политика привязана к финансовым результатам. О чем мы говорим? У нас есть, естественно, финансовая модель, она достаточно консервативна, она направлена, ну то есть, чтобы нам всем придать чувство комфорта именно с точки зрения наших параметров. Поэтому, если компания будет превышать свои параметры, естественно, еще раз говорю, все привязано к финансовой отчетности. Понятно, если результаты будут лучше, то какая-то часть может быть. Конечно, результаты будут лучше, какая-то часть может быть, собственно говоря, и раньше. Ну, хорошо, это услышал, все-таки важно акцентировать, что тут именно рост. Да. Это, поверьте, как это, как человек, который работает с инвесторами, очень важно правильно акцентировать, чтобы потом не было ложных ожиданий. Нет, чтобы не было ложных ожиданий, да, это компания роста с потенциальной выплатой дивидендов, начиная где-то от 26-27 года. Хорошо, можно я сейчас кратенько подытожу, а вы добавите то, что, кажется, еще нужно к этому добавить. Первое. Сложилась хорошая конъюнктурная ситуация. С одной стороны, иностранные игроки не уходят, но с другой стороны, они, скорее всего, с высокой вероятностью не будут по причине, которую называли, выводить новое лекарство. Получается, ближайшие 3-5 лет окно возможностей. Это первое. Второе. Ваша компания давно на рынке. Активно инвестирует. Мы много поговорили про то, что активно работает и с молодежью, с кадрами, и РНД. То есть, все же научная база сформирована. Есть собственные лекарства уже представлены на рынке, есть опыт доведения новых лекарств. И, собственно, исходя из первого пункта, есть и возможности, и силы, и большое желание. Собственно, это окно возможности использовать и кратно увеличить свои лекарства и будущие финансовые показатели. Собственно, сейчас нужны инвестиции для этого развития. Соответственно, в перспективе нескольких лет инвестор может увидеть рост финансовых показателей. Ну и, собственно, уже от меня прогноз, рост котировок, на которых он, собственно, может заработать. Мне кажется, да, и добавить нечего. Ну, я бы все-таки, я чуть-чуть, я же не могу, я уже минут пять не говорила. Я думаю, что стоит добавить, что те планы, о которых мы говорим, вот те новые препараты, о которых мы говорим, это все-таки не столько планы и не инновации через 10 лет. Я хочу подчеркнуть, что это продуманная стратегия, это понятные препараты, это понятные четкие сроки выхода этих препаратов, собственно, за которыми мы отвечаем. То есть, есть уже молекулы, есть вот сами лекарства, нужно клиническое исследование и доведение его до рынка, собственно... До коммерциализации. До коммерциализации, да. Еще один плюс, забыл сказать, и еще, помимо этого, есть инфраструктура. Это очень важно, да, на базе чего все эти лекарства производить, тоже это все уже проинвестировано, это тоже очень важно. Собственно, кажется, на чем потом произвести, тоже есть. Все есть, РНД есть, люди есть, железо есть, и что еще. Но мне кажется, это важно, по крайней мере, ну, меня это очень мотивирует, и моих ребят тоже. Мы занимаемся красивым делом, мы спасаем жизни, и мы еще хотим сделать так, чтобы мы спасали эти жизни так, чтобы у человека было высокое качество жизни, чтобы препарат было принимать удобно, чтобы не было побочных эффектов, чтобы люди были не только здоровыми, но и красивыми. И, собственно, это основная наша цель, и в это мы вкладываем всю нашу стрессу. Отлично. Тогда, дорогие инвесторы, здесь тогда, как говорится, не просто вы можете проинвестировать, чтобы заработать денег, а еще и быть сопричастными этим благим целям. Надеюсь, кстати, очень важно, что ваши финансовые результаты, из-за этого, на самом деле, люблю фармкомпании и вообще медицина, как раз и выливаются в количество спасенных жизней, одно связанное с другим. Это действительно здорово. Спасибо. Вам спасибо от меня за то, что вы вводите свою компанию нам, рядовым инвесторам. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо большое.